Здравствуйте! Если у вас завелись в доме муравьи, это начинается такой маленький кошмар местного значения. Муравьи настолько вердесущие существа, они нам доставляют много хлопот на дачных участках, а вот дома они доставят хлопот еще больше. Муравьи снуют везде. Они маленькие, домовые муравьи, мельче, чем садовые муравьи. И они проникнут в любую щелочку. Они везде лазают в поисках пищи. Но на своих лапках они могут переносить и плесени, они могут переносить и возбудители каких-то заболеваний. Да и вообще неприятно, когда открываешь пакет с хлебом, а он кишит муравьями. От домовых муравьев избавиться очень трудно, впрочем, как и от всех муравьев. Дело в том, что муравьи это так называемые социальные насекомые, которые живут семьей, живут большой семьей. По определенным законам этой семьи. И в каждом муравейнике есть царица. Вот именно она, одна единственная в муравейнике, отрождает потомство. Те муравьи, которые у нас лазают по нашим комнатам, это бесплодные муравьи, рабочие муравьи и солдаты. Они также бесплодные. Потомство оставляет после себя только царица. И царица где-то находится очень в укромном, безопасном месте. Ее охраняют и при какой-то опасности муравьи начинают ее прятать. Если в вашем доме лазают муравьи, то еще не факт, что муравейник именно в вашей квартире. Он может быть в плитах перекрытий, он может быть где-то под порогом, может быть где-то в плентусах. Поэтому найти вот этот муравейник очень и очень сложно. А пока жива царица, муравейник будет существовать. И природа позаботилась о том, чтобы вот эта численность муравейников всегда была на одном уровне. То есть, если какое-то количество муравьев не возвращается в муравейник, то эта численность восстанавливается. Вот исходя из образа жизни муравьев, ученые поняли, что их нужно уничтожать с помощью приманок для того, чтобы уничтожить царицу. То есть, вот эту отраву муравьи должны занести сами в муравейник и накормить ею царицу. Вот тогда муравейник погибнет. Без царицы муравейник существовать не может. Современные средства представляют из себя отравленные приманки. Они обладают запахом привлекательным для муравьев. Они это едят сами и приманки действуют не вот мгновенно. Не только вот как съел муравей приманку и погиб. Они несут это в свой муравейник и ей кормят царицу. Вот тогда можно избавиться от муравьев. Приманки представляют собой вот такие... Это может быть ловушка, которая вот здесь открывается. И вот там находится порошок. Вот это не, скажем так, не чистая трава. Это отравленная приманка. Отсюда можно ее или не оставить здесь, они найдут. или можно насыпать в местах наиболее частого их появления. Всем известно, что муравьи ходят примерно одной дорогой. И вот на этих путях муравьев можно оставлять приманки. Если они передвигаются под плентусами в щелях, очень удобно применять вот такой шприц. При помощи вот этого шприца можно доставить отравленную приманку в самые укромные уголки. И можно ее нанести так, чтобы она не соприкасалась вот с тем местами, где мы находимся. То есть вот под плентусом где-то, в щелях, под обоями. Если вы увидели муравьев в своих квартирах, то их можно уничтожить механическим путем. К вам пришли разведчики. И если они нашли что-то привлекательное для них вот в вашей именно квартире, вот тогда они туда и будут ходить. Если они не нашли ничего привлекательного, они наведываться не будут. А привлекает их очень многое. Их может привлекать и остатки еды, и вот этот вот жир, который разбрызгивается по кухне и находится в комочках пыли, они могут питаться и клещами. У меня был случай, когда я посадила цветок-бальзамин, который, как известно, выделяет сладкий сок. И откуда-то появились муравьи, и они облепили его, и они это слизывали сладкий сок. Когда я избавилась от этого бальзамина, муравьи пропали. То есть они потеряли интерес к посещению данного помещения. Приманок от муравьев сейчас довольно-таки много. Есть такие вот гранулки, сухие приманки. Вот такие вот порошковые приманки. Ну и, конечно, самые такие эффективные, самые более такие любимые – это шприцы. Очень удобно использовать эти такие вот шприцы для того, чтобы нанести отравленные приманки для муравьев. Лучше всего пользоваться именно вот готовыми уже покупать в магазинах эти приманки, потому что они делают, потому что они производятся именно с учетом вот этого способа жизни и обитания муравьев. Можно найти многие народные способы, как их вывести, но все они не так эффективны, а некоторые даже и небезопасны. А вот это вот уже все изготовлено с учетом того, чтобы не нанести вреда ни человеку, ни домашним животным. Обязательно следите за чистотой в своих квартирах, потому что если муравьи находят себе добычу в вашей квартире, они так и будут туда ходить. Не находят, как я уже говорила, они туда ходить не будут. И используйте приманки, и используйте обязательно, прочитав инструкцию, и согласно инструкции и рекомендации производителя, эти приманки нужно использовать. А наши советы помогут вам сделать ваше жилище чистым и избавить их от муравьев. Продолжение следует...